Привет-привет, друзья! С вами Amway921, и сегодня мы посмотрим с вами интересный бой на карте Фьорды, и играть я буду здесь на французском тяже 8 уровня, АМХ 50100. Сам бой будет интересен с двух точек зрения. Ну, во-первых, сами по себе очень интересные, грамотные, тактические решения, тут куда деваться, я вам их поясню, когда они будут происходить, и причины, по которым они, в общем-то, принимались. Ну, и второй повод, такой менее значительный, ну, просто по пути, случайно, я выполнил ЛБЗ номер 7 на тяжах. Многие знают, что уже речь на этом канале про ЛБЗ уже на Объект 260. Т-55А успешно получен, обкатан и убран в пыльный угол. Ну, и, собственно, сама ЛБЗ, она не какая-то там вдающаяся, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы выполнить. Необходимо всего лишь посбивать, либо позахватывать, но при этом захват должен закончиться, победа именно по захвату, какое-то количество очков и надамажить немножко. Вот в данном случае, например, необходимо 50 очков сбить, или 50 очков захватить, и при этом наколотить 4000 урона. Обычно это ЛБЗ Изи выполняется на АМХ 50Б, к примеру, когда быстрая скорость позволяет быстро оказаться на захвате базы, и настрелять 4000 тоже, в принципе, не так и сложно. И дополнительное условие 4 фрага сделать в данном случае. То есть там от уровня есть усложнение. На первых двух, на Штуга и на Т-28Концепт, там вообще необходимо просто символически, либо сбить, либо захватить, не имеет значения, какое количество очков. Ну и плюс домашка растет, то есть на первом этапе 1000, потом 2, 3, 4. И также количество фрагов. На Штуга 1, потом 2, 3, 4. Награды основные, нищие, пачка голдовых ремок, аптечек и огнетушителей. Ну а вот за доп. условия, в принципе, неплохая награда. Вот, например, в данном бою будет получено 200 тысяч серебра за выполнение ЛБЗ с доп. условия. В третьем этапе 150, там 75 и 35 на Штуга. Ну, в общем, бог с ним. Начало боя какое. Поехал, играю в топе, есть арта, поехал наверх, поскольку никто из наших в особенном количестве туда не намеревался ехать. Ну и столкнулся здесь вот с чем. Огромное количество, ну, как-то громко звучит, но это 3, 3 тяжа, но они кулаком единым приехали. Против них мой барабан, это весело, конечно, но максимальное, что я могу сделать, одного из них забрать. Но вижу, как они все уворачиваются, сбрасываю свою, собственно, обойму, барабан и спускаюсь вниз, потому что здесь труба. Нас сейчас эти парни выйдут и распилят. Вместе с королевским тигром и с несчастьем на Т-21. Почему я уехал, почему бросил союзника, ай, какой ужас, продался отписка, потому что мы здесь оба с ним ляжем, потому как у меня уже два снаряда оставалось, и стоять там 50 секунд, ловить вражеские снаряды, от ИСов-6 до всяких там китайцев, не с руки. Поэтому, братюня, приношу я в жертву успеха в этом бою нашего тигра, радует то, что тигр не уссурийский, а немецкий, и жертвоприношение их еще с 44-го года узаконено. Поэтому все в порядке. Два советских танка распиливают немецкий. Ну, там еще один китайский им на помощь. Собственно, не просто попадать ББшками, которые довольно медленно летят на большие дистанции. Это первое. Второе, когда танк спускается, то есть движется совсем в двух плоскостях, это очень сложно. В нашей игре, когда все дрыгается, двигается, причем реплей еще как-то это более-менее сглаживает. На самом же деле в клиенте, ну, не мне вам рассказывать, как танки телепортами двигаются на дальних дистанциях, невероятно практически попасть. Там мне чего-то удалось настрелять. Опять же, сбрасываю барабан и спускаюсь вот в эту вот нычку. Тактическая, артиллерийская, очень даже коричневая пропахнувшая нычка. Чем она хороша для меня? Она дает сейф для перезарядки. Это первое. Второе, я уже вижу, что наш борщ на какое-то время задержит этих пацанов. Мало того, он даже еще и вместе с нашим артиллеристом их встречает крепким ударом в лицо, собственно, с ноги. И поэтому у меня есть время здесь перезарядиться и сделать все грамотно. То есть, тактический мув на самом деле простейший, но главное, что если вы знаете место, куда его совершить и почему, когда его начинать, значит, он был вовремя, когда еще, собственно, всего лишь один пинок, под зад получил. Но и то, правда, уже в момент второй отстрелки, так сказать, барабана. Сейчас уже третья поспела. И здесь уже все враги как на ладони, потому как их подсвечивают союзники. И уже ничего сложного здесь в том, чтобы их размять. Мало того, сама точка, на которой остающую, позволяет делать это не светившись. То есть, из инвиза полностью за всемирным слоем кустов. То есть, собственно, ну, не бог весть, какая победа, конечно, но по факту мы здесь распилили при небольшой помощи, собственно, союзников. Три достаточно таких больших противника в плане их брони, в плане возможных проблем, которые они могли бы нам тут причинить. Здесь мне показалось, что Хелкет проявит инициативу, свое любопытство, высунет нос, чтобы посмотреть, кто же распилил всех его здесь сокомандников. Но он не выезжает, поэтому я решаю сбросить барабан. Причем, до этого я, друзья, посмотрел на счетчик захвата базы. Вижу, что моя перезарядка в 50 секунд укладывается в этот диапазон. Единственный риск, который сейчас может возникнуть, а ведь базу нашу никто не светит, ну, то, что там Хелкет, это очевидно, ну, вдруг прям сейчас в нее заедет какой-нибудь артиллерист, например, маленький. Он еще не светился, неизвестно, где он может быть. Он довольно подвижный. И тогда я не успею подъехать. Поэтому я на всякий случай решаю подъезжать уже за годя, так сказать, заранее, и на случай, если кто здесь окажется второй, я, в конце концов, тараном с Хелкета смогу снять захват. Ну, вот он, милый малыш, беззащитный, шестой уровень, стоит здесь, весь мой. Даже со страху не пробивает меня. Ну, как бы в гуслю попал, может быть, у него цель была меня остановить от тарана. Ну, не знаю, верно или неверно, я бы на его месте Дашку бы нанес и смело бы погиб здесь, потому что шансов у него никаких. Ну, и дальше смотрим, что делать. Поскольку три снаряда потратил на Хелкет, и самую, как бы, в пору взять и помочь нашей 34-ке, я об этом только сейчас соображаю, почему-то мне казалось, что вдруг кого-нибудь я тут еще высвечу помощника Хелкета, ну, мало ли, там не успела ФВ-шка доехать, хотя в ее мыслях могло такое быть, решаю все-таки бросить эту тему, пока перезаряжается барабан, успеть помочь нашей 34-ке. У той проблемы, ну, как бы проблема не проблема, в целом в бою ничего страшного по сей моменту не случилось. ХП свое я не растерял, и на любом раскладе я могу разменяться с кем угодно, чтобы выехать и добить его. Будь это ИС-3, будь это Сушка, будь любая артиллерия. Ну, правда, с артиллерией может быть всякое, но о ней мы попозже еще поговорим. И начинается в лучших традициях ИСа-3. Два раза в борт не пробиваю, попадая ему в фальшборт. Третий снаряд уходит вообще под танк. Ну, в общем, два раза не пробил, один не попал, традиционно французская отстрелка барабана в действии. Уверен, если бы я и голдой стрелял, было бы еще хуже. Я бы и все четыре, наверное, не попал с снаряда. Добиваюсь от третьего, опять отправляюсь на перезарядку и решаю здесь немножко выждать. Потому как, почему? СУ-152 слетилась на центре. Это место, которое я сейчас занимаю, идеально подходит для отстрела того же самого центра, ну, всех домиков, которые поблизости здесь. И если сейчас Сушка появится, она может появиться, потому как только-только распиливали ее союзника, обычно это такое происходит, все стремятся помочь и двигаются в точку, как раз, где происходит сражение. И это, как бы думая, я ожидал, что она где-нибудь сейчас тут появится. Или 3-4 ее засветит, или я, ну, одно из двух. Тем не менее, стоять домашку, пропадать, решаю отправиться на встречу приключениям, потому как, еще раз повторю, хп у меня более чем хватает, чтобы любого засветить, от него получить, его обратно слить. По центру, ну, не сильно хочется заезжать, потому как, знаете, как обычно бывает, вроде бы выйдешь, весь такой фульный к концу боя, Сушка подсетит, и тут же уже на нее, ну, ее ведет артиллерия. А эта фвшка, хз, что там у них, большая ли альфа уже на восьмом уровне, маленькая, не разбираюсь в британских артиллериях, поэтому на всякий случай, от греха. Решаю проехать вот по F-горизонтали, здесь точно никого нету, только что проехал наш ТТ-4, иначе бы он тут кого-нибудь засветил. Цель какова? Ну, начать все-таки с артиллерии, самого такого нелицеприятного противника, потому что может пойти что-нибудь наперекосяк, вот именно из-за нее. Если артиллерия минус 0, то все будет предсказуемо, и даже более чем. Но это и расчет, и даже было бы вообще идеально, в планах моих, прямо вот где-нибудь, на подъезде к вражеской базе, уже засветить какого-нибудь большого этого фв, ну, или маленького фв, как угодно. И я решаю традиционно вот так вот заехать через куст на первой скорости посветить. Но неожиданно загорается лампада, приключилась история, оказывается, меня засветили. И здесь уже небезопасно, видно, что если засветили раз, и никто в ответ не засветился, то, вероятно, и два, такая же история произойдет. И в этом случае, может какого-нибудь оглобли по хребтине прилететь. Решаю навалить отсюда, но случайно, случайно засвечиваю маленькую фвшку. Она стояла там в кустах, и, видимо, ну вот с этой стороны сарая светилась. Ее уничтожают, тут же засвечивается другая артиллерия, ее высветил наш парень на 34-ке, и дальше все ясно, уже и очевидно, как день. В меня никто теперь не выстрелит, и кого бы я тут не встретил по пути, все будет вообще без проблем. Подытоживая данный бой, что оказалось известно? Ну, во-первых, карта сама эта фьорда несимметричная, пусть и кажется, что вроде бы и там, и там площадка для артиллерии, и там, и там есть гора, и там, и там возле респа, но карта несимметрична, и играется она по-разному с каждого из респов. Это подтвердят любые опытные полевые командиры, которые гоняют свои там роты или укрепрайоны по этой карте, и очень часто, и я попадал в такую ситуацию, когда мы выковыриваем каких-нибудь обороняющихся с правой и нижней базы. Это так. База с правой и нижней, которая вот сейчас вот наша, зеленая, она более дефовая, и часто на девятой вертикали под горой стоит 15 тел, и ждут, когда к ним приедут. Такое было сплошь и рядом. И действительно, эта база, наша, зеленая, в данном случае, является базой, идеально подходящей для обороны, и совершенно не подходящей для атаки. Почему? Потому что куда бы ты не выехал, атаковать всегда попадаешь под перекрестный огонь отовсюду, слева-справа, сверху-снизу. На другой базе, на красной, в данном случае, на левой, можно играть более-менее во что угодно, но в оборону неэффективно, потому что слишком много направлений неудобных нужно дефить. А нападать с него гораздо проще, будь то по верху, по низу или по центру. И что удивительно, наш респ выигрывает, вот если брать статистику с сайта ВБА Дикт, в 53,18% случаев, а проигрывает в 47%, ну или противоположная база выигрывает в 47% случаев. Почему? Потому что наша игра не про нападение, а про оборону. В танках всегда проигрывает тот, кто выезжает первым. Ровно так и в данном бою я это использовал, и поэтому всех выезжающих эффективно принимал. Вот такая вот история и такая вот, собственно, статистика. Упрямая вещь и против нее не попрешь. Поэтому, знайте эти особенности карты, используйте, и будет вам счастье, и будут вам победы. А на сегодня у меня все. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Пока, пока. Пока.